Проблемы в сфере пассажирских перевозок обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка. Финансовое состояние крупных перевозчиков ухудшается с каждым годом, что предпримут для оздоровления ситуации на предприятиях, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В условиях конкуренции с маршрутными такси крупные предприятия терпят убытки. Только в Чувашевтотрансе долги по кредитам превысили 150 миллионов рублей. Непростая ситуация сложилась и в троллейбусном управлении Чебоксар. Здесь по итогам за первые полугодия объемы составили 383 миллиона рублей выручка, а затраты 442 миллиона рублей. То есть убыток после налогообложения составил 54 миллиона рублей. В связи с убыточной работой предприятия, нехватка оборотных средств увеличивается за размер кредиторской задолженности, так как погашая задолженность за прошедшие периоды, предприятие не имеет финансовой возможности производить оплату задолженности текущего месяца. Перевозчики уповают на поддержку республиканского бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что дотации из казны проблемные вопросы не решат. На предприятиях необходимо пересмотреть стратегии развития. Все те организации, которые вы называете, государственные, муниципальные, они все коммерческие. И на коммерческой основе, как остальные перевозчики, они должны научиться зарабатывать и вести правильную финансово-возяйственную деятельность. Издержки производства надо сокращать, взятые обязательства надо выполнять. Наладьте учет, это ваша задача. Пожалуйста, мы требуем от вас, чтобы наладили. В сфере регулярных перевозок пассажиров порядок будет наведен. Сейчас в республике проводят оптимизацию маршрутной сети. Для предпринимателей намерены вести и новые правила. Конкурсы смогут выиграть только добросовестные перевозчики. Прежде чем выйти на конкурс, необходимо иметь или в аренде эти автобусы, или в собственности эти автобусы. В штате иметь водителей. Естественно, мы будем проверять и контролировать, есть ли база для стоянки этих автомобилей. Главная задача наша – это разгрузить город, перейти на автобусы с большей вместимостью, не создавать вот эти непонятные ситуации на дорогах, которые ведут сплошные нарушения. Привлекли научно-исследовательский проектный институт, определен на конкурсной основе. Перед ним поставлена задача оптимизировать коммерческие маршруты, в рамках которого мы планируем поэтапное сокращение количества подвижного состава на них до 200 единиц. В республике активизировалась борьба и с финансовыми пирамидами. Только в прошлом году от их деятельности пострадало более 4 тысяч человек. За 15-е годы и с текущего года на основании обращений граждан в МВТ выявлена преступная деятельность 31 организации, осуществляющих свою деятельность по принципу финансовых пирамид. Из них на территории республики зарегистрировано 13. На учет поставлено 27 преступлений под 25 уголовным делом в отношении 8 лиц. За проведением незаконных финансовых операций глава региона призвал усилить контроль. Дмитрий Ковалев, Анастасия Алангина и Андрей Шоклев. Республика.